Сегодня в Подмосковном Алабине стартовали первые в истории международные армейские игры. Военнослужащие из 17 стран, представители всех родов войск, новейшая техника, 11 полигонов, масштабные соревнования на земле, на воде и в воздухе. Сегодня самыми заметными событиями дня стали открытия, игры, танковый, биатлон. Репортаж Александра Батухова. От древнеримских колесниц и трех богатырей до современных войсковых спецподразделений. И таким шоу в Подмосковном Алабине открылись первые международные армейские игры. В небе авиация, на земле танки. Причем они не просто ездили, вальсировали, легко и непринужденно, четко попадая в такт музыки. Ближе к финалу открытия игр в небе появились парашютисты с флагами. 17 человек, ровно по числу участников. За происходящим наблюдали представители Китая, Индии, Кувейта, Сербии. Многие приехали с детьми. Маленький Хесус из Венесуэлы. Папа специально привез его в Алабина, чтобы мальчик мог посмотреть российскую технику. Мой папа, он работает здесь. Очень люблю танк. Делек на его мотор. И это очень красиво на мне. Перед началом соревнований любой желающий мог сдать нормы ГТО. Согласно возрасту подтянуться, отжаться или, например, поднять 16-килограммовую гирю. В итоге оказалось, что для некоторых это не составило труда. 40 раз поднял уже гирю, еще 20 поднял. Прыгнул. Ну, более-менее нормально все. Пришел сдать норму ГТО для того, чтобы проверить свои силы и посмотреть, на что я способен. Для зрителей организовали и полевую кухню, которую с удовольствием попробовали и представители зарубежных команд. И лично министр обороны России Сергей Шойгу. Каша ему понравилась, а вот хлеб не очень. Вот такой скрепотный, не хрустящий, не ничего, цвет не аппетитный. Исправлять не давать. Я в следующий раз к вам приду, обязательно проверю. К началу соревнований на зрительских трибунах не осталось свободных мест. Хотя погода с самого утра не жаловала. Дождь и непогода нас не испугали. Ну, вообще у нас семья потомственных военных. Начиная с деда, с отца, муж и так далее. То есть, поэтому нам все это интересно, близко. И, ну, поэтому мы сюда приехали. Зрелищно, масштабно, очень впечатляет. Очень здорово, красиво. В программе соревнований 14 конкурсов. И открывая эти игры, министр обороны России подчеркнул, они проводятся в год 70-летия Великой Победы. И зачитал приветственное обращение к участникам от президента России. Убежден, что все участники достойно пройдут испытания. Подтвердят свой высокий профессионализм. А проведение соревнований станет хорошей традицией, важным, зримым вкладом в укрепление доверия и партнерства между государствами, в развитии международного взаимодействия, в сфере обороны и военно-технического сотрудничества. Армейские игры пройдут в разных точках России. На земле, в воздухе и на воде. Команды будут соревноваться и в мастерстве артиллерийской стрельбы, и в разведке, и в так называемом авиадарте, и даже в умении готовить для солдат. А открыл эти игры, ставший уже знаменитым танковый биатлон. Скорость маленькая, но все-таки легендарный Т-72 выползает из этой водяной ловушки. Сегодня прошли соревнования в так называемом индивидуальном зачете. На полигон вышли семь экипажей, в том числе и российский, под красным флагом. Главная задача соревнующихся как можно быстрее проехать трассу длиной 21 километр и, преодолевая препятствия, еще и поражать цели. В танковом биатлоне участвуют экипажи из 13 стран. Почти все выступают на наших танках Т-72, кроме Китая, у которых свои машины. Мы используем весь свой опыт для достижения наилучшего результата во всех видах состязаний. В ходе игр надеемся на укрепление дружбы и взаимопонимание с другими странами-участницами. Хотелось бы и перенять опыт других, особенно российских военных. Китайские экипажи выступают на танковом биатлоне уже второй год подряд, как и команда из Анголы. К этим соревнованиям, говорят, делегации готовились очень тщательно, но все равно трудностей хватает. Самая сложная часть – это вода. Вода почему? Потому что если ты идешь медленнее, сразу все. Армейские игры продлятся две недели и завершатся здесь же, в подмосковном Алабине, 15 августа. Тогда же станут известны и имена победителей этих соревнований. Александр Батухов, Александр Тетрашвили, Вадим Денисов, Валерий Жичкин и Юлия Ходорова. Первый канал.